Валерий Павлович, добрый вечер. Валерий Павлович, май прежде всего для россиян значим тем, что в нем есть огромное количество выходных. Вот вы лично как относитесь к такому количеству выходных и как провели первые дни мая? В этом году у нас первый май совпал с Пасхой. Вы помните, сколько уже лет прошло, вот я вспоминаю свое детство, молодость. И религию-то вроде так не развивали, даже запрещали. А Пасха жила. И крашеные яички, и Пасха, и куличи. Все это было в нашей повседневной жизни. И у комсомольцев, и у коммунистов, и у беспартийных. Это говорит о том, что глубокие корни. И вот я в этот раз тоже побывал, как всегда, на богослужении. Впервые одел облачение церковное. Прошел крестным ходом, нес хорук с изображением Казанской Божьей Матери. И сам чувствовал себя вот в том времени, когда под ее знаменем шли и отвоевывали свободу, побеждали. В том числе и наше нижегородское ополчение с этим образом шло на Москву. И в годы Великой Отечественной войны этот образ даже на самолетах летал, чтобы защитить нас, помочь нам, собрать все силы и вместе победить. Поэтому вот удивительно было много народу, очень, и очень много молодежи. Давайте на звонок ответим. Алло, говорите, пожалуйста, в эфире. Алло. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Евгений. Я звоню по поводу незаконной продажи земли у нас в Геремчеченино, Ксовский район. В голосовании у нас продали землю и под застройку домов. А эта земля находится непосредственно над водозабором на всю деревню. То есть получается, буквально, если там построят дома, все канализационные стоки у нас потекут. К нам в родники, в воду, в общем. Евгений, хорошо. Я дам поручение обязательно проверить вашу информацию. Потому что, прежде чем продать какой-то земельный участок, определяются цели, что там будет, зачем эту землю продают. И, конечно, сейчас первый раздел любого проекта – это экологический раздел. И если там и будет что-то строиться, то мы обязательно проверим, чтобы все нормы экологии были соблюдены. Валерий Павлович, несколько дней остается до празднования 9 мая. В этом году 71-я годовщина Победы, не юбилей, конечно, но, тем не менее, ожидается ли какое-то красивое зрелищное празднование? Если говорить о Великой Победе и о праздновании, да, в этом году 71-я годовщина, но парад наш будет более даже масштабный, нежели чем в прошлом году, когда был юбилей. Потому что здесь не надо уже праздничными датами, юбилейными идти. Потому что с каждым годом все меньше и меньше остается живых свидетелей этого великого подвига. Мы должны оставить у себя, в сердце, в разуме своем, память об этой победе. Парад будет более масштабным, в нем будет участвовать более 1200 военнослужащих, 55 единиц боевой техники, в том числе комплексы «Искандер», которые вообще-то у нас еще ни разу не показывали. Гаубицы, боевые машины пехоты, танки. Все это будет показано, вся техника, которая сегодня даже находится на вооружении. Ну и изюминкой, конечно, парада в этом году будет участие в нем легендарного танка Т-34. Он своим ходом будет идти в парадном строю. Всего таких три танка на ходу у нас в стране. Два будет участвовать в параде в Москве, один в Нижнем Новгороде. Кстати, этот танк был одним из последних, выпущен на заводе «Красная Сормова». Я даже номер запомнил. 6 726-й танк. Представляете, да? Участвовал в боевых сражениях. И сегодня уже наездил около полутора километров. Работает как часы все. Как будто вчера его произвели на свет в таком порядке. Валерий Петрович, вот всегда 9 мая вспоминаем все о ветеранах. А в течение года что-нибудь делается для них? Вы знаете, ветеранские организации, наши взаимоотношения с ним, они, во-первых, сами очень активны. И мы постоянно с ними контактируем. Можно и нужно говорить о том, чтобы были достойные пенсии. А это действительно так сегодня. Сегодня у участников Великой Отечественной войны, у инвалидов Великой Отечественной войны, у них пенсии выше средних зарплат. И вообще у нас 26 социальных выплат, которые направлены на ветеранские движения. И финансирование за последние годы увеличилось в 4 раза. Но я подчеркиваю, что не в деньгах сегодня главная цель. И они сами, когда разговариваешь, они даже об этом не разговаривают. Общение, поддержка, стремление всему обществу и всему миру доказать, что они главные люди в нашей стране. Что благодаря им живет наша страна, развивается наша страна. Посмотрите, какую сегодня поддержку получает движение «Бессмертный полк». Кстати, в этом году он будет продолжением парада. И все больше и больше людей без призыва, без нажима приходят с портретами своих близких. Я, кстати, тоже с портретом своего отца пойду в этом году в этой акции. А где он у вас служил, отец? Ну, отец вообще, он до войны служил в армии. Как обычно, мужчины все. И должен был в этом 41-м году прийти из армии в свою родную деревню Бурадулино, Сусанинского района Костромской области. Но началась война, и он прямо, дневником туда. Начинал войну рядовым, был кавалеристом, был пулеметчиком, был командиром кавалерийского взвода. Потом освоил противотанковое ружье, был истребителем танков. А войну закончил капитаном, командиром роты противотанковых ружей. То есть всю войну? Да, всю войну, от начала до конца, ранен, контужен, награжден. Я с удовлетворением читаю об его действиях в интернете. Там сегодня очень хорошая страничка есть по памяти тем, кто воевал. Я могу сказать, что он вообще скупой был на различные оценки, разговоры. Такой добрый, очень отзывчивый, но не любящий много говорить был человек. Он любил дело. Вот у него четыре класса образования было. Он стал командиром роты. Он рассказывал мне, что после войны его пригласили в военкомат и сказали, все, иди в академию. Будешь ты, у тебя есть талант, у тебя есть командирская жилка такая. Давай. Он говорит, ну куда я в академии четыре класса образования? Быстро там пройдешь, все. Он говорит, нет, я чужое место занимать не буду. Пусть молодые, образованные идут. Работал обычным работником на маленьком заводе шлифовального инструмента. И когда я встречался с его однополчанами, там, вот у них не было таких каких-то рассказов про ужасы какие-то. Они все время вспоминали такие добрые, душевные истории. И немногословно очень об этом рассказывали. Вот мне запомнилась одна история. Отец рассказывал, что он на своем любимом коне Булане проезжал по передовой вдоль берега реки. И в это время крупнокалиберный пулемет с той стороны немецкий ударил, его ранило. Он с коня упал. Так что сделал конь? Он подошел к упавшему, своему всаднику, лег и закрыл его своим телом. И четыре пули смертельных получил. Конь, а отец остался жив. Я вот с тех пор ко всем лошадям просто отношусь как к какому-то божеству. Обязательно мне надо подойти, погладить. Редко видишь, конечно. И я думаю, что память о наших родителях, о дедах, прадедах, она должна остаться в веках. Товарищи, на звонок ответим. Олег, говорите, пожалуйста, в эфире. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Дмитрий Павлович, это вас беспокоит Созаводский район. Сотова Наталья Николаевна. Улица Герой Васильев, дом 9,78, квартира. По поводу температуры горячей воды. У нас вот вода уже 20 с лишним года, она у нас 30 градусов, 25-38. Ничего не хотят делать. Ходили в ЖЭК, писали письмо. Двигов никаких нет. Помогите, пожалуйста, если можете. Хорошо, Наталья Николаевна. Обязательно сделаю поручение, чтобы разобрались и потребовали от местной власти, от тех, кто занимается вашим домом, чтобы температура горячей воды, раз она 20,5 года назад была, была бы нормальной, столько, сколько положено. Валерий Павлович, вот у нас у Зачатской башни сейчас работает выставка о колесах, колесе и авто. Вот, насколько я знаю, вы сами ее посещали, проводили даже экскурсию для детишек из детской школы телевидения. Вот, на ваш взгляд, для жителей города, что там самое интересное? Там хорошая история есть о нашем деревянном судостроении. Жегородщина этим славилась. Там есть макет прообраза подводной лодки. Деревянная бочка с такой рубкой с веслами, которые через уплотнение резиновые, чтобы можно было грести двигатели, или не было еще тогда таких. Ее, правда, два раза испытывали. Петр Первый был инициатор создания такого корабля. Первый раз авария была, второй раз течь. Но потом постепенно все-таки все равно создали эту подводную лодку. Кстати, у нас и подводные лодки в годы войны выпускались на нашем заводе «Красный Сормок». Очень интересный есть экспонат и исторический экскурс про корабли, которые работали в то время. Ну, вздумайтесь, мачтовое, такое парусное судно грузоподъемностью более 300 тонн. Которое перевозило грузы по нашим рекам. И длина его была 25 метров. А второе судно, это вообще одноразовое для перевозки леса. 100 метров длиной, 25 метров шириной и грузоподъемность 10 тысяч тонн. В то время, как можно было создать такой шедевр. Велосипеды удивительные. Начиная с первого, там, на деревянные обода, колеса, Костотряс его называли. Потом Паук такой с большим колесом. Я мальчишку Артемия еле-еле туда поднял на это сиденье, настолько оно высоко было. Ретроавтомобили, удивительная, конечно, экспозиция. И Победа, и Волги, прекрасные машины, в хорошем состоянии, на ходу они. Там, ребятишка, потом покатали на них. Это были автомобили ничуть не хуже современных зарубежных аналогов в то время. Вот если бы мы поставили себе задачу продолжить эти традиции, мы бы сегодня, наверное, и Мерседеса, и все остальное переплюнули. Потому что, очевидно, у нас мыслительный аппарат и мастерство у людей просто даже не передать этих границ. Ну и плюс военные, конечно, экспозиции. Там и «Катюша», и «Газончики» наши вездеходы. И, самое главное, пушки. Вот ЗИС-3, это пушка, которая здесь выпускалась. Это самая лучшая пушка Второй мировой войны. Время программы, к сожалению, стекло. Вот звонки от жителей региона, которые вам поступили за время. Да, спасибо. Обязательно на все вопросы дадим ответы. Наступающим праздником вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова